Всё, оно поехало! Ни хрена себе! Оно поехало! Это пиздец! Всем привет, люди, и добро пожаловать в этот новый эпизод Life is Strange, в котором я очень рад вас видеть, ребят. Я очень буду рад, если вы... Вы знаете, ну... Поставьте колокольчик, оставьте палец вверх. Евген же... Вы же любите Life is Strange, как и я. Евген же любит Life is Strange. Почему вы не сделаете это? Ради нашей любви, ребята. Ради тортиков, ради моего котика и занавесов, на которые он прыгает, и новогоднего ёлки. Ради нового... Нового года. Поставьте палец вверх. Поделите эти видео вконтакте, кстати, если вы стоите в каких-то группах по Life is Strange, скидывайте видос туда. Мне кажется, ребята там будут рады. Ну, чёрт возьми, я ничего лучше, чем посмотреть в русском переводе видос. К тому же, считать сабы, это, конечно, классно, но, как по мне, меня бесит считать сабы. Я хочу смотреть то, что на экране происходит. Именно поэтому, мне кажется, тема с русской озвучкой для Life is Strange вообще максимально крутая. Ты можешь максимально погрузиться вот в этот мир игры, скажем так. И это хорошо, это круто. Господи, в своём собственном доме так пригибаться. Я их переворачиваю. Ещё нет. Сказал же, три минуты, каждый бочок. Они подгорят. Ты что, теперь эксперт? Я устоять не могу. Я сказал же, будь беспорядок. Господи, какая романтика. Знаешь, тебе не нужно готовить мне завтрак. Мне бы цветок хватило. Ты всё время готовишь. Я хочу, чтобы ты хотя бы дома отдохнула. Хлоя не знает, что делать в этой ситуации. Они её заметят. А мама вроде выглядит счастливой сейчас. Сейчас Давид меня спалит, сто процентов. Всё, ребят, я думаю, мы насмотрелись этого дерьма. Эй, это кто там? Здравствуйте. Здорово. Хлоя. Твои волосы. Это ты когда? Это для пьесы? Ты прошлой ночью выступал, да? Нет, то есть, выступала, конечно. Но это нечто другое. Чёрт возьми, она на меня не орёт? Сейчас ты не важна. Я так рад тебя видеть. Так, сейчас Давид будет орать. Сейчас Давид будет орать. Приятно видеть тебя, Хлоя. Прийти домой было разумным решением. Чёрт возьми, ребят, они... Ребят, это рофл какой-то. Почему они не орут? А почему они меня не пытаются отстропоить? Ребят, вы серьёзно решили меня... Они решили меня умасать. Они решили подлизнуть, Хлоя. Не, ну, поздравим, я с днём матери. А что, звери? А что, деспот, антихрист? Я поздравлю с днём матери. Я же нормально. Я сейчас, наверное, буду сам выглядеть, как настоящий засранец. Но я не помню, как день матери. А есть день отца? Да должен быть. Просто я своей маме... Ну, как бы, у неё ноутбук совсем сломался. И у неё, как бы, день рождения в январе. И ещё есть день матери. Наверное, день рождения можно подарить. Ладно. Счастлива дня матери, мама. Спасибо, дорогая. Я... А я... Я тебе ничего не... Не принесла... То, что ты вернулась, уже большой подарок. Я просто пришла, чтобы кое-что забрать. Потом я... Должна удалиться. А ты придёшь домой вечером? Я... Я не знаю. Я бы хотел, чтобы ты мне сказала, чем займёшься. Я буду тусить с Рэйчелом. Давайте скажем. В принципе, что скрывать. Я... Я... Просто пойду тусить с Рэйчелом. О! А у Рэйчел как дела? Я Дэвиду рассказывал, что ты была в пьесе. И... Всё такое. Так, мне правда пора идти. Постой. Подожди. Пока ты уйдёшь... До того, как ты ушла, Дэвид что-то хочет тебе сказать. Вот, начнётся. Всего лишь на минутку. Сейчас начнётся. Сейчас он меня будет разнос устраивать. Мама. Сейчас мне дадут пизды, ребят. Я вам обещаю. Вот прямо сейчас. Он обыскал мою комнату. Это ненормально. Это, наверное, не лучшая идея. Ты уже обещал. Так, так, это уже страшно. Хлоя. Я договорился с твоей матерью доверять тебе с этого момента. О, это класс! О, серьёзно, что ли? О, это что значит? Это значит... Это значит, что с этого дня я буду верить тебе на слово. О, как это будет тяжело ему сказать. Так что, если ты говоришь, что ты не пила и не курила, я просто тебя оставлю в покое. Серьёзно, что ли? Даже несмотря на то, что у неё вчера была травка. Дэвид! Идея была в том, что тебе должно быть комфортно здесь, Хлоя. Дэвид не будет тебя допрашивать. И я тоже не буду. Лжецы. Он обыскал мою комнату. Потрясающий план, ребята. Я... Я, честно, не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, great plan, guys, типа, потрясающий план, ребята, звучит саркастично. Ну, как по мне. Лжецы, он обыскал мою комнату. Но я даже не знаю. Не, давайте я буду хорошей девочкой. Я не хочу давить, я не хочу выделываться, да? Типа, я буду такой классной. Ну, похоже, что всё провалится, но... Спасибо за старание. Хлоя. Что? Я серьёзно. Хорошая работа. Можно мы кончим? Что-то он сейчас мамит, я чувствую. Котелок кипит, вы видите это лицо? Котелок кипит. Постойте. Секунду. Не уходи, Хлоя. Я хотел кое-что тебе показать. Может... Сейчас хорошее время. Что это за... Это фотография? Это... Мой друг, Фил Беккер. Мы служили в том же отряде. В две ходки. Беккер был убит. Рядом. Почти. В конце нашей службы. Пропал на дороге. Мы шутили. О том, какие у вас проблемы будут, когда мы вернёмся. Но он умер. Он умер, а я нет. И я думаю об этом факте. Каждый чёртов день. О, жаль. Смысл в том, что... Я поделился своим горем. Я понимаю, через что ты проходишь. Чёрт, вы чего-то раньше это мне сказали? Ну, вот я... Пытаюсь сказать вот что. Я здесь... Чтобы сделать... Что смогу. Чтобы помочь тебе... Смириться с утратой твоего бати. Что ты возьмёшь? Пожалуйста. Умоляю тебя. Дай Дэвиду шанс. Пожалуйста. Вот. Может быть... Побережёшь эту водку немного. Подумаешь о том, что я сказал. Какие у нас варианты? Принять предложение Дэвида. Я хочу... Я хочу его принять. Я хочу принять предложение Дэвида. Чёрт возьми. То есть я... Серьёзно. Дэвид раскрылся для меня с абсолютно другой стороны. Я думал, он просто тупой солдафон. Который ушёл со службы. Ему там мозги промыли. Он теперь дубовый. Как пробка. Как полено. А оказывается он хороший. Ну, его можно понять. Его боевой товарищ погиб. То есть он понимает. Что я чувствую. Ну, блин. Это не оправдывает то, что он копался в моей комнате. Причём, знаете, так, как бы я сказал по-английски, indiscreetly. Или так заметно. Ну, я даже... Я... Я приму его фотку. Я принимаю. Я принимаю фотографию в знака милой дружбы народа. Ребят, решение важное. Вы согласны с ним? Вы бы приняли фотку Дэвида? Вы его не при... Вы бы её не приняли? Пишите в комментариях. Ваш выбор. Я принимаю. Дэвид такой молодой. И этот парень Фил. Они так близки. Прямо как Рэйчел и Хлоя. Вы чувствуете параллель? Вы чувствуете параллель? Два мужчины, две девушки. Спасибо, Дэвид. О, Хлоя. Мама. Она как мой кот вырывается. Я просто горжусь вами обоими. Мама. Мне серьёзно надо идти. Будь осторожна, Хлоя. В трейлере же они разнос устраивали. Люблю тебя, сладкая. Ладно, ладно. Я смотрел трейлер. Они там разнос ей устраивают. То есть это альтернативный вариант? Класс. Совсем по-другому. Я в трейлере видел, как устраивают разнос. Что за чёрт? Ладно. Рисовые хлопья. В огромном пакете. Из-под картошки. Надо просто взять папину коробку с инструментами и валить отсюда. Твою мать. Это серьёзно может помочь починить мне грузовик? Это какая-то инструкция. Мануал по починке машинок. Всё, пошли. Надеюсь, никто не будет спрашивать, почему я таскаюсь с коробки. Фу, слава богу. Мы выбрались. Это победа. О, господи, что это за магия? На нём новая футболка. Тот момент, когда ты хочешь сказать одно слово, в голову приходит другое. И ты говоришь, как бы, другая футболка, но при этом хочешь сказать новая. В общем, да. Да, магия монтажа. Я записываю вот это вот уже на следующий день. Продолжаем играть в Life is Strange. Родная свалка и поезд, который собьёт Хлоя. Но он не собьёт Хлоя воду. Должен был сбить Хлоя. Вообще, нормально, что поезд идёт в какой-то свалке. Я помню, как Макс чуть не переехал этот поезд. Не, не, Хлоя чуть не переехала этот поезд. В Life is Strange. Я думаю, что я постримлю прохождение первого Life is Strange всех пяти эпизодов с русской озвучкой. Скоро. Классный Новый год с Life is Strange, черт возьми. Ну ладно тебе. Ух ты, у нас тут целый мануал. Вот это сила. Хлоя серьёзно озаботилась. Хлоя действительно похожа на такого, знаете, мастера. Давай, помоги мне. Учитывая трейлер, я думаю, что машина всё-таки заведётся. Ну в трейлере она же как бы садится за руль и всё такое. Чёрт тебе. Так, хорошо, у нас есть разводной ключ. Лучше. Ну, надо бы ещё немного любви. Я смогу спасти этого зверя. Мне нужно только правильный инструмент подобрать для каждой проблемы. Как я уже говорил, прочитаем вот это позже. Ух ты, мне Аз Давидус написал. Ни хрена себе. Я думаю, Дэвид бы мной гордился на самом деле. Ну в том смысле, что я чиню машину и всё такое. Как бы я как настоящий мужик. Я не мужик, конечно, в игре. Но, тем не менее. Хлоя, это Дэвид. Тебе мама дала мой номер? Да, дала. Мама, ну, мама ему и так, и так дала. Чёрт, я чувствую, что мне будут говорить по тому, что пошлое видео. Там, Хлоя в душу. Мама дала презерватив. Я заметил, ты забрала папины инструменты. Ты работаешь на проекте? Тип того. Что за проект? Извиняй, я сейчас немножко занята. Но, я рад, что ты проявляешь чему-то интерес. Продолжай в том же духе. Знаете, тот момент, когда твой отчим пытается с тобой разговаривать и наладить отношения, но у него плохо получается. Мне кажется, некоторые люди, типа Дэвида, это пример того, как ты слишком стараешься. Не надо стараться, общение должно быть естественным. И если оно не клеится, ну, мне кажется, не нужно пытаться его, скажем так, высосать из пальцем. Мне кажется, некоторые люди слишком стараются общаться. Знаете, общение начинает клеиться именно когда ты делаешь всё естественно. Ладно, я уже начинаю повторяться. Так, окей, это радио. Я не буду его включать на всякий случай. А то одно видео уже пришлось перемонтировать. Из-за музыки. Хотя люблю я музыку в Life is Strange. Если бы... Только её любят её обладатели. И постоянно мешают с видосами. Так, эта штука просто вскрыта нахрен. Так, посмотрим. Труба. По-моему, что кто-то пытался эту штуку подлатать. До моего рождения. Сейчас я думаю, что древний скотч это лучшее, что я могу сделать. Хорошо, а что это? Я не серьёзно в ремонте машин. У меня даже нет машины. Болтается. Как я могу затянуть эту штуку? Вообще не люблю всякие эти машины. Общественный транспорт трудит и всё такое. Не то, что мне нужен мануал. Но я рад, что он здесь есть. Чёрт возьми. Я нихрена не разбираюсь в машинах. И нихрена не хочу разбираться. Ребята, зачем вы меня мучаете? Telltale Games, господи. Дек 13. Так, дистрибьюторная головка выглядит грязной. Мне нужно что-то маленькое, чтобы отскрести грязь. Спорю, что Айтсу понравилась идея. Того, что... Я спорю, что Айтсу понравилась бы идея того, что я использую эти инструменты, чтобы починить плоскогубцы. Я думаю, они нам помогут. Пытаюсь починить эту машинку. Плоскогубцы, конечно же. Конечно же плоскогубцы. Нет, не поможет. Ну иди нахрен, возьму отвертку. Так, отвертка поможет? Поможет. Просто не вижу болтов, если честно. Но может быть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я как будто чужого... Я как будто чужого достался гнезда. Машины такие странные. Это поможет держать дерьмо распределенным. Ну, блять. Подсоединить снова. Вернись туда, откуда ты пришел. Мне опять смс-ку написали. Ребят, я работаю. Че вы пристали? Так, окей. Насчет воздуха что-то. Что с воздухом происходит? Все еще происходит. Пожар в парке. Ожидается сильный или тяжелый дым. Особо не гуляйте. Так, ну да, нормально. Так, что здесь не так? Это соединение что-то болтается. Если бы я могла его как следует схватить, я бы его починил. Плоскогубцы нам помогут. Хотя, черт, какие плоскогубцы? Здесь нужен разводной ключ. Я очень удивлюсь, если а плоскогубцами их будет чинить. Серьезно? По-моему, это разводным ключом закручивает. Хотя, хрен его знает. Смотри, плоскогубцами нормальный уровень получается. Вот. Стоит жестко, как мертвая электроперчатка. Эта штука... Тоже грязная. Ребят, как вам ремонт машины? Вы считаете, я успешен или нет? Нужно найти что-то другое. Так, может тут кусачки помогут? Не помогут. Может быть здесь? Продуть. Давай, Хлоя, покажи, как ты умеешь дуть. Может быть. Ни хрена себе. Ебануться. Как дунуло-то. Волк, блин, из сказки бы так не дунул. Нормально, продули и все работает. Мне кажется, мне интересно, если штука заведется. Там же масла, наверное, нету, еще чего-то нету. Я не разбираюсь в машинах, но... Насколько я знаю, машина это довольно геморройные штуки. Так, разводной ключ. Давайте посмотрим, сможем ли мы его здесь применить. В рейндж. В рейндж, чертов... Да, это он. Он тут и нужен. Нужно примотать. Да, вот эта фигня приматывается разводным ключом. Ебой. Намного лучше. Сколько же мы часов возимся? С ка уже придут на свалку эти чуваки с ножами и прочим. Трейлер, к сожалению, все проспойлерил. На самом деле, из-за этого не люблю смейт-трейлеры. Так, зажигание. Раздолбанно. Карбоновые депозиты. Конечно! Я не разбираюсь в машинах. Ну что? Не хочу разбираться. Что это? Я подумал, это небо. Что происходит? Я не я, Хлоя не моя. Что-то пошло не так. Пожалуйста. Ты мне нужна. А, завелась засранка. У-у-у. Это дерьмо работает. Оно живо. Давай, говно, едь. Твою мать, это дерьмо. Оно едет или не едет? Да. Все, оно поехало. Ни хрена себе. Оно поехало. Это пиздец. Черт возьми. Не раздолбай это дерьмо. У тебя прав, нет. Но она, хотя, говорила, что я отец давал рули. Так что. Оно сдавал руку. Отзвините, пожалуйста. Черт возьми. Машина едет. Все, будем искать мать Рэйчел теперь. Идеально. Черт, черт. Именно из этого и в перчатках и работают. Постой, там кто-то есть или? Сейчас она увидит ее. Или нет? Или да? Она увидела себя. Что это значит? Эй, королева свалки, ты где? Здорово. Привет. Твою мать, твои волосы. Они такие... Такие... Засратые. Я хотел сказать горячие. Но, да. Засратые тоже. Интересный выбор футболки. Думаю, тебе понравится. В ней же есть огонь. Эй, не уверен, видел ли ты. Но кое-кто передвинул грузовичок. Да быть не может. Может быть, нам его проверить? Это был намек, что она хочет, чтобы я ее покатал. Она хочет прокатиться на моем грузовичке. Эй, Прайс. Хорошие колеса. Тебе, блин, о колесах говорить, а? Фридерих. Или как тебя зовут? Фитцжеральд. А, ты рад? А, Фрэнк, точно, забыл. Что за случай такой? Это его ебаный бар-митсав. Фрэнк становится мужиком. Не так ли, большой мужик? А он что тут делает? А ты что думаешь? Мы здесь не просто с дурью работаем, Хлоя. Где бабло? Так. А какого хрена я могу ответить? Вот они. Я деньги не брал. У меня их нет. Или я их взял? Ладно. Так, вот они. Конечно, я их хотела тебе дать. Не нужно быть таким хуепуталом. Касательно этих денег. Там есть деньги-то хоть или меня наебал? Есть! Нифига, нормально. Я забыл. Мне казалось, что я перепроходил, и денег не было. Я просто забыл. Пожалуйста, не надо меня убивать. Я хочу жить. Твою мать, ты что творишь? Я слышал, что с Дрю произошло, да? И опознать, ты слышала. Может быть, запомнишь это, когда будешь говорить со мной? Черт, азер, Рэшел молодец. Не смей её трогать, хуеплёт. Сейчас будет жёстко. Сейчас, за кого я болею в этой схватке? Я даже не знаю. Наверное, за Рэшел. Так, почему так получается, что вы, тёлочки, думаете, что меня бить нормально? Но если я на них хоть палец наложу, это вообще другое дело. Ну, может, мы женщины, и нас нельзя бить. Знаешь, всё такое. Фрэн говорит, что ты спрашиваешь про его клиента. Это правда? Эээ, да смысла врать, наверное, нет, да? Да. Это правда. Но почему тебя должно быть не поебать, я не знаю. Не знаешь? Может быть, я тебе покажу. Видишь, вы две, Нэнси Дрю, решили, что это будет хорошая идея. Позвонить драгдилеру и спросить, может ли он вам помочь. Я не ходил в дорогостоящую школу. Но это не значит, что я дебил. Может быть. Это солнечная диспозиция, этого мужчины вас напугали. Но у него есть совершенно другая сторона, которая, я думаю, вам не понравится. Может быть, покажешь её? Мы просто общаемся. Ладно. Давай так говорить. Я хочу знать. Прямо сейчас. Почему вас ебёт эта женщина? Не твое дело. Почему тебе такое дело? Я думаю, он с ней встречается. Вот почему. Он с ней встречается. Сто процентов. Real talk, think about it. И всё такое. Но продолжим мы играть в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был вот этот потрясающий парень. Если вам понравилось, оставляйте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, ребят. У меня есть инстаграм. В нём я выкладываю своего котика. Понимаете, как хотите. И ссылка на него находится в описании. И как бы, писю, подписывайтесь на мой инстаграм. Вы как бы делаете меня счастливее. И моего котика тоже. Потому что он очень любит позировать. И показывать свой писюн. Мне это не очень нравится, но... Он котик, понимаете? Он не знает, что такое приличие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok